привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и сегодня мы поговорим о том почему магниты притягиваются друг другу и как зависит от расстояния это сила притяжения а начнем мы с простого опыта с компасом старинной конструкции для этого мы взяли вот кусочек пеноплекса воткнули в него на магничную иголку и сейчас я эту конструкцию опущу в тарелку с водой и мы видим как игла разворачивается и разворачивается она по направлению магнитного поля земли но обращая ваше внимание что дальше плотик никуда не движется ни в сторону северного магнитного полюса ни в сторону южного но если я возьму неодимовый магнит и поднесу его на достаточно большом расстоянии игла немедленно разворачивается в направлении магнита и с ускорением начинает притягиваться к магниту но и спрашивается почему в магнитном поле земли плотик только разворачивается а в магнитном поле неодимового магнита он еще и притягивается к нему и чтобы объяснить это нам нужна какая-то модель магнита ну и первую такую модель предложил шарль кулон он считал по аналогии с электрическими зарядами что можно заменить магнит двумя разноименными магнитными зарядами положительным и отрицательным помещенными в полюсах магнита ну и соответственно получается вот такой магнитный диполь как впоследствии выяснилось никаких магнитных зарядов не существует и ампер приложил другую модель в которой магнит заменяется кольцевым током ну и это представление оно соответствует современным представлением о природе магнетизма но тем не менее для расчетов годятся и та и другая модели и нам будет удобней пользоваться моделью кулона поместим модель магнита в однородное магнитное поле на равные по величине заряды действуют равные и противоположно направленные силы которые разворачивают магнит вдоль силовых линий магнитного поля обратите внимание что сумма сил действующих на магнит равна нулю так что после разворота магнит уже не движется в неоднородном магнитном поле величина поля больше там где силовые линии гуще теперь силы действующие на заряды магнитного диполя уже не равны по величине и равнодействующая двух сил втягивает магнит в сторону большего магнитного поля ну и теперь понятно почему плавающая иголка только разворачивается но никуда не притягивается дело в том что на размерах иголки магнитное поле земли можно считать практически однородным а вот поле магнита однородным считать никак нельзя он притягивает гораздо сильнее на меньших расстояниях чем на больших и вот может притянуть и эту иголку ну и теперь давайте посмотрим как поле магнита зависит от расстояния до него с этой целью мы собрали вот такую установку магнит здесь зажат в деревянную обойму а рядом с ним находится датчик магнитного поля который будет измерять величину магнитного поля на оси магнита ну и при этом измерять расстояние от середины магнита до датчика и теперь я вращаю колесико и мы видим что магнитное поле довольно быстро убывает с расстоянием от магнита чтобы установить закон этого убывания мы подогнали экспериментальные точки графиком степенной функции видно что этот подгон очень хороший показатель степени при этом очень близок минус трем и это означает что магнитное поле на оси магнита убывает обратно пропорционально кубу расстояния до его середины и чтобы объяснить этот результат рассмотрим два магнитных заряда противоположных знаков расположенных на расстоянии а друг от друга и будем искать поле на оси этого диполя на расстоянии r от этой середины по закону кулона поле каждого из магнитных зарядов убывает как единица на r квадрат ну и тогда можно записать что поле на оси равно разности вот этих вот полей создаваемых каждым из зарядов дальше надо привести дроби к общему знаменателю и у нас числителе получится вот такое произведение 2r а а знаменателе будет р квадрат минус а квадрат на 4 все это еще в квадрате и теперь мы сделаем важное приближение мы будем считать что расстояние между зарядами много меньше расстояния до той точки где мы вычисляем поле ну тогда это величиной а квадрат на 4 можно пренебречь по сравнению с р квадрат и записать поле вот в таком виде у нас r сократится знаменателе останется r в кубе и мы как раз и получаем тот самый экспериментальный результат поле убывает как единица на r в кубе ну и еще надо отметить что произведение величины магнитного заряда на расстояние между этими зарядами называется магнитным моментом и обозначается вот такой готической буквой м и вот мы нашли магнитное поле на оси нашего модельного диполя а вот распределение магнитного поля реального магнита ну и оказывается что его магнитное поле падает как единицы на р куб по всем направлениям а теперь мы уже готовы перейти к расчету силы взаимодействия между двумя магнитами и вот мы помещаем второй магнит в поле первого магнита вот формула для поля первого магнита а второй магнит представляем в той же самой модели это два заряда противоположных знаков минус q штрих и плюс q штрих расстояние между которыми равно b и теперь соответственно в поле на каждый из зарядов действует сила равное произведению заряда на значение поля в этой точке и мы можем записать результирующую силу которая равна разности сил действующих на отрицательный положительный заряд и здесь проделывая в том же духе вычисления приводя к общему знаменателю и так далее и пренебрегая затем величиной b квадрат мы получим вот эту формулу но я должен здесь заметить что вот эти все преобразования они сводятся на самом деле к дифференцированию этой функции и получается что сила действующая между сила взаимодействия между двумя магнитами уже обратно пропорционально четвертой степени расстояния между ними но и пропорционально произведению их магнитных моментов ну здесь м штрих это магнитный момент вот этого нашего второго магнита он равен произведению соответственно заряда q штрих на расстояние между двумя зарядами ну и понятно что это выражение должно быть симметрично потому что мы можем смотреть на силу действующей стороны первого магнита на второй со стороны второго магнита на первый но по третьему закону ньютона эти две силы должны быть равны вот у нас тут в числителе произведения и стоит и теперь мы проверим эту формулу в эксперименте здесь по-прежнему закреплен в в деревянной обойме первый магнит а второй магнит я буду подносить к первому через несколько пластиковых прокладок ну в данном случае три штуки и вы видите что второй магнит сильно протянулся к первому он висит не касаясь основания а силу будем измерять вот этим датчиком силы для этого я потянул второй магнит до тех пор пока он не отойдет на достаточное расстояние и на графике вы видите что моменту отрыва соответствует пик и в данном случае сила притяжения двух магнитов была равна 9 ньютоном меняя число прокладок мы получили график зависимости силы притяжения магнитов от расстояния между их центрами экспериментальные точки хорошо ложатся на кривую степенной зависимости с показателем минус три целых восемь десятых что близко к минус четырем и вполне соответствует предсказанию теории а если мы возьмем только дальние точки то показатель степени в знаменателе будет еще ближе к четырем потому что дипольное приближение хорошо работает на больших расстояниях а теперь пришло время нашего заключительного вопроса и сегодня он будет таким мы уже выяснили что притяжение между магнитами обратно пропорционально четвертой степени расстояния ну а если я возьму стальной шарик и магнит то как в этом случае будет зависеть сила взаимодействия от расстояния между их центрами если вы внимательно смотрели наш ролик то вы без труда ответите на этот вопрос а ваши комментарии пишите под этим роликом на ютубе